Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня мы едим вкусные пельмешки, которые я варила очень-очень долго, но при этом они не развалились. Рецепт я вам оставлю обязательно, потому что это просто идеальный рецепт для теста пельмешек. То есть вот они, смотрите, целые, хотя я люблю долго варить. Вот у меня такое ощущение вечно, что внутри мясо не проварилось. Еще здесь такой рулетик. Рецепт на то и другое я оставлю внизу. Кому интересно, переходите. Я прям, наверное, минут 20 варила, может 15, в общем, очень долго. Здесь у меня еще горячий кофе, три в одном. Вчера вечером мне пришел мейл о том, что у нас на работе будет аккредитация. В общем, будут проверять наши знания. Не могу сказать, что я боюсь, но есть все-таки некие волнения. Мы, значит, продаем инженерную технику, так скажем, оборудование, точнее, инженерное. И чтобы правильно продавать, мы должны хорошо разбираться во всем этом. И, естественно, нас тоже проверяют. У меня есть немножко волнение, на самом деле. Но это нормально, я считаю. Это не потому, что я ничего не знаю. Я знаю. Боюсь переволноваться, не знаю, не ответить на какие-то вопросы. Там, в общем, такая система. Если ты не сдашь, то на три месяца ты как бы освобождаешься от работы. Идешь все это учить. Опять сдаешь экзамен. У тебя типа вторая попытка. Со второй попытки, если опять ты прокололся, у тебя есть третья. Сырный соус очень вкусный. Я так соскучилась по нему. Одно время он мне изрядно поднадоел. Я уже его не ела. В общем, если и после третьей попытки ты не можешь сдать, то уже все. До свидуля. Соленый рулетик. Поэтому в ближайшее время я прям буду все это учить. У меня такой характер. Я всегда все оставляю на последний день. Даже на последнюю ночь, когда я училась в универе, у нас было, считайте, три месяца, чтобы подготовиться ко всему. Весь семестр я валяла дурака. А потом за одну ночь, всю ночь не спала и все это учила. Такая привычка у меня есть. Я считаю, что это ужасная привычка. Сейчас стопудово буду видео снимать, все это заброшу. А потом последний день сяду учить. И всю эту ночь, пока я учу, я обвиняю себя в том, чтобы чему-то не могла начать раньше. В общем, пожелайте мне удачи. Потому что очень люблю свою работу. Я рада, что я работаю именно в этой сфере. Кто не знает, я работаю из дома после пандемии вообще. Это безумно удобно. Вы не тратите время на дорогу. Даже элементарно, если учесть макияж и дорогу, у меня бы уходило полтора часа. А так ты работаешь и с домом, когда тебе удобно. Иногда даже с телефоном. У меня в телефоне тоже есть все эти программы, Outlook. Я одно время удалила, когда была в отпуске. Чтобы не напрягали эти мэйлы. Заходила только с комбом. Сейчас обратно. У меня работаю всегда с собой. Я могу и в 12 работать ночью, там что-то составлять отчеты, все дела. У нас, по идее, в Азербайджане даже учителя. Начальная школа. У меня тетя работала врачом. Ой. Учительница начальных классов. Но сейчас она уже на пенсии. Их тоже время от времени проверяли. По идее, учитель с 40-летним стажем работает, что его проверяет. Ну, это как-то даже смешно. Но все равно проводит эти все проверки. Раньше моя бабушка рассказывает в их время. В школе преподавали такие учителя. У нее была учительница по русскому языку. И они у нее спрашивали, например, как сейчас помню, реально очень смешно, ребят. В общем, они спрашивают у учительницы, а как будет по-русски лестница? Она такая так на минутку задумалась. И такая говорит, Дермашенко. Они в тетрадку это записывали. Прикиньте, Дермашенко. Учила какой-то фигне. А все почему? Просто заплатила директору деньги. Продала корову. Пошла купила себе диплом. Где-то в переходе. И вуаля. Ты учительница русского языка. И в год один раз бабушка рассказывала, что эта учительница просто давала на лапу директору. И все. Она всегда говорила, давайте вы просто тихо посидите. И все. Русский язык зачем вам нужен? Он вам не понадобится. Тогда как иностранные изучали русский язык в период СССР. А сейчас у нас, например, группы чисто азербайджанскоязычные. Даже, по-моему, иностранные нельзя выбрать русские. Ты можешь выбрать либо английский, либо немецкий. Но, возможно, у нас так было в школе. А раньше нас, на год раньше нас, можно было выбрать, например, русские. К примеру, ты поступаешь в универ, и в школе всегда проходило, как иностранный английский. Но ты в школе, например, учишься на азербайджанском языке. Раньше можно было выбрать, как иностранный русский. Например, человек хорошо говорит по-русски. И выбирает иностранный язык русский. И там просто так легко. Например, вставьте подходящее слово. Например, я иду спать. Я иду, например... В общем, не помню пример. Там просто очень легко. Любой человек, который знает, хоть не знает 2-3 слова по-русски, то может это связать и написать. И тогда специально брали русские. Было очень удобно. Или, например, у нас в универе был один парень. Он, короче... Когда мы поступали в универ, нужно было сдавать экзамен. Кто насколько хорошо знает английский. Нас распределяли по группам. Я попала в самую тупую группу. То есть, те, кто вообще не знали. Этот мальчик, он специально написал все неправильно. Чтобы он тоже начинал с бигиннера. В общем, сели мы все. Иногда учительница там что-то говорила. Он ее исправлял. И исправлял на английском языке. А потом учительница пошла к декану и сказала, что его надо перевести. Потому что он слишком хорошо знает английский. Ну, еще бы он, как бы, жил в Америке много лет в детстве. Плюс учился в лицее. И, понятное дело, то, что мы там разбирали, для него это было не то, что не сложно. Это была фигня. И, естественно, все экзамены. По-английскому он писал на максимальные баллы. У него была пятерка. А у нас в универе была такая система, что если ты написал два предмета на пятерку, то оплата за обучение, которую ты платишь... Например, ты поступил на платное отделение, но ты по двум предметам получил пятерки. То 20% того, что ты платишь за универ, тебе возвращается. То есть годовая оплата делится на два семестра. И вот в каком семестре у тебя, например, две пятерки, 20% тебе возвращалось. И он такую хитрую систему придумал. Английским всегда у него пять было. И еще один предмет. Он конкретно наседал на этот предмет, чтобы на экзамене получить пять. Просто у нас в универе, вот вы подумайте, пять подумаешь, получить пятерку на экзамене. У нас, считайте, из 300 человек обычно никто не получал пятерку. Пятерку получить это было очень-очень сложно. Именно поэтому нам делали вот такую вот скидку. В других универах там, не знаю, подруги и знакомые мне рассказывают. У меня там, не знаю, все пятерки в этом семестре. У нас из 300 человек по пяти экзаменам только одна пятерка у кого-то. И то его фотку отксерили и вот так вот прилепили к стене. Пятерку получил. У всех в среднем три или четыре. У меня четверки были. Очень вкусные пельмяшки. Здесь не хватает такого, знаете, штриха. Вот так. Я уже сильно поливать уже боюсь. Несколько раз, когда сидела, укушала, прям сильно много налила этого соуса. Есть просто было невозможно. Поэтому все хорошо в меру. Надеюсь, что в скором времени я к вам вернусь с хорошими новостями. 6 апреля, да, вроде. Так сказали. Может, что-то перенесут. Но вроде должны... 6 апреля. Последний. Я прям наелась. Меня уже на рулет не хватит. Я просто пельмени очень люблю. Я такой человек, например, заказываю роллы сет, например, не для видео. Я сначала съедаю самые любимые роллы. А потом, если в желудке место останется, то все остальное. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно переходите в инфобокс и смотрите рецепты. Всех люблю. Пока.